Сегодня я хочу рассказать о французской комедии «Плейбой под прикрытием». Сразу должен уточнить, что это название фильм получил в российском прокате. Как у нас водится, порой назвать фильм не так, как его назвали авторы, а вот как-то по-своему, по-игривому. В оригинале он называется «Ники Ларсон и духи Купидона». Ну, заметьте, найдите 10 различий, что называется. Это совершенно обаятельная, озорная, в каких-то моментах, наверное, даже неприличная комедия. Ну, вот как порой бывает, любят французы. Вот в таком лучшем духе современной, да, современной французской комедии, которая готова шутить в какой-то мере даже на неприличные темы. И её режиссёром выступил Филипп Лашо, который же и сыграл главного персонажа, вот этого самого Ники Ларсона. И вот этот Филипп Лашо, он просваивался, в первую очередь, действительно, тоже блистательными картинами, такими как «Супернянь», что первая часть, что вторая, и потом было ещё «Супералиби». И вот, например, вот «Суперняня», он как раз наиболее характерен, потому что что первая картина, что вторая, но они порой до жути неприличные, но при этом необычайно смешные. Прям вот, ну, я вспоминаю себя в кинозале, прям гомерический хохот присутствовал, как минимум, в некоторых сценах. И вот этот Ники Ларсона со своими духами Купидона, или если всё-таки воспользоваться дальше нашим российским прокатным названием «Плейбой под прикрытием», это вот его работа 2018 года. Ну, немножечко уже другая, не совсем похожа на его предыдущие картины. Ну, во-первых, потому что и предыдущие картины он снимал в соавторстве, в тандеме с другим своим товарищем. И, во-вторых, Ники Ларсона, это, как ни странно может показаться, это на самом деле экранизация манги. Да, вот это, ну, то есть, ну, и сказать иначе, экранизация комикса. Да, вот как можно экранизировать комикс? Да, вот можно так, можно сяк. Вот, и можно вспомнить, допустим, что и «Грань будущего» с Томом Крузом, это тоже экранизация манги, и вот сколь разный это фильм. Ну, потому что и манга, она бывает разная. Бывает боевая, бывает смешная, и вот это тот случай, когда манга как раз, ну, с большим юмором, судя по всему. Я так понимаю, когда фильм выходил, вот из промо-материалов, из пресс-релизов, добиться разрешения экранизировать эту мангу было непросто. И вот Филипп Лашо уговорил автора вот оригинального произведения и подкупил его, в первую очередь, тем, во-первых, своей вот такой фанатской любовью к первоисточнику, во-вторых, всё-таки обещанием, ну, придерживаться, ну, придерживаться первоисточника, оригинала, как-то так. Поэтому всё-таки я вот даже могу на слово поверить в том, что здесь шутки, вот все это, они не добавлены вот именно неприличными французами. Этого именно, многие же шутки, ну, если не все, действительно, они соответствуют вот духу первоисточника. А шуток здесь в том числе неприличных много. От какой-нибудь апелляции ягодиц, допустим, от голого мужика под наркозом, от какой-то цензуры на, скажем так, мужском половом органе, чтобы совсем не смущать зрителей, от стопки огромной, там, вываливающейся прямо из шкафа мужских журналов и так далее, и так далее. Большое количество шуток именно, скажем так, пониже пояса, но не только. Не только, там, в частности, один персонаж вспоминает, как он высушил хомяка, любимого хомяка в микроволновке, и что там с этим хомяком произошло. Или в какой-то момент, там, персонажи делают искусственное дыхание, ну, как вроде нам сперва кажется, ну, все хорошо, но когда возникает удивление, не понимая, что мы делаем не так, нам показывают, что на самом деле это обезглавленный труп, и голова лежит отдельно от тела, тем не менее, искусственное дыхание продолжалось. Вот, ну, вот, то есть, если вы не принимаете, вот, юмора подобного рода, вот, действительно, граничиваясь еще с черным, черная такая, это смесь черной комедии с комедией с привольностями на вот такую сексуальную тему, то, конечно, вы держитесь от этого фильма подальше, тем более, само название, опять же, русские прокатчики, российские прокатчики, о вас позаботились, плейбой под прикрытием, ну, не ждите тут от этой картины какого-то целомудрия, тут сразу, в общем, действительно, чем удачно это название, оно сразу вот два вот этих момента покрывает, и некую неприличность, и вот тут какая-то черная комедия, и в то же время сразу намекает на некий такой шпионский жанр, он действительно тут присутствует, как присутствует, допустим, и музыка, а-ля Джеймс Бонд такая, и вообще сам по себе вот этот Никки Ларсон, главный герой, этот телохранитель, более того, лучший из телохранителей, который не знает страха и к которому обращаются тогда, когда уже вот совсем плохо и других вариантов нет, ну, может быть, именно тогда это вроде бы, с одной стороны это звучит так, что он самый крутой, а с другой стороны это звучит еще так, что, конечно, уже к нему обратятся вот тогда уже, когда, ну, просто, действительно, все варианты другие, более подходящие, они уже их перебрали, и никого не осталось, то есть даже вот этот его такую подачу можно воспринимать и так, и это так, ну, безусловно, это пародия, конечно, это французская пародия на жанр, на вот такого, ну, чувака, который действительно там что-то шпионит, может решить любую проблему, а на самом деле, ну, в общем, через прицел винтовки, вот такой свой матч такой, да, он не выискивает врагов, а подглядывает за соседками, не, при этом, конечно, не замечает, тут, конечно, отдельно прекрасная любовная линия, не замечая, что рядом с ним-то его помощница, совершенно прекрасная девушка, которая, ну, нескрываемо в него влюблена, ну, хотя, конечно, она тоже это маскирует, так, за маской равнодушия и циничности некоторое время, но мы-то все понимаем, когда вот она вот прям ему краба подкидывает в ванну, ну, это вот такой ее жест любви, то есть, и здесь, получается, вот в одном флаконе совмещаются вот самые разные жанры, и вот и шпионский, и любовный, и комедийный, и, конечно, экшен, и даже тут есть одна сцена, снятая вот как бы от первого лица, такая пародия на нашего Илью Найшулера, вот эта картина, напомню, 2018 года, тогда это было прям вот даже целый ряд был картин, которые вот этот ход съемки от первого лица использовали, в том числе и комедийные картины, некоторые слямзили, что называется, эту фишку, ну, вот, я не могу прям железно сказать, что это прям вот один Илья Найшулер за это ответственен, но в любом случае вот из нашей глубинки на мировой кинематограф, вот выглядит все это именно так, что это вклад Найшулера в мировой кинематограф, вот эта манера, вот так она вдруг отозывалась и даже во французской комедии, и вот я когда сказал, что это вот все в одном флаконе, сразу несколько жанров, я вот, получается, даже не ошибся со словом, потому что напомню, оригинальное название, духи Купидона или парфюм Купидона, то есть вот, собственно, речь о флакончике, все затевается вокруг некого такого парфюма, который не зря получил название, назван в честь Купидона, потому что это такие духи, которые вот, стоит их так прыснуть, их учуять, и объект тут же влюбляется в, ну вот, в того, в кого надо, да, то есть и отдельная тут связи с этим, там начинается уже невообразимая, прям, конечно, очень смешная вот коллизия с этим, с этими духами, значит, к кому они попадают, вот отдельная история, вот как развивается основная история Никки Ларсена, а параллельно идет история мужика, которому, в руки которого и попадает этот парфюмчик, и который понимает, в общем, мгновенно все его, все его достоинства, и, а это такой плешивенький, плюгавенький, такой невзрачненький, какой-то, в общем, такой мужичок вообще такой, такой вот, в общем, какой-то типичный бухгалтер, там, я не помню, кто он там в фильме, ну, в общем, клерк такой, в общем, да, такой наш Акакий Акакевич, то есть не наш, а французский Акакий Акакевич, и вот он, когда осознал, в общем, все прелести попавших к нему в руки духов, он соблазняет ни много ни мало саму Памеллу Андерсену, конечно, все это, то есть это его, вот он такой, будучи невзрачным человечком, он влюблен, вот, конечно, поклонник вот некой звезды, он узнает, где ее можно застать, и вот это его, отправляется вот в это путешествие, в эту миссию, вот, как-то добиться своего, и Памелла Андерсен в последние годы появляется в кино все-таки не очень часто, но в данном случае она здесь очень по делу, она вписалась в эту историю прям совершенно шикарно, ну, то есть она играет, можно сказать, практически себя, ну, конечно, не совсем, не себя, но вот такую диву, ну, ты сразу понимаешь вот весь этот образ, и, конечно, она отрывается тоже в этой роли, вот в этой пародии, пародии на собственную, на собственную вот эту славу, вот, и с ней тоже немало здесь абсолютно безумных сцен, ну, конечно, мало, наверное, хотелось бы больше, но все-таки она здесь не главный, не главный персонаж, появляется вот в нужный момент только, а, и, ну, тем не менее, уж что мы видим, то там есть над чем посмеяться, и, вот, конечно, вот шуточки насчет этого, насчет этих духов, они проходят через весь фильм, в ходе до того, что здесь даже влюбленные утки есть, и тоже замечательный совершенно, совершенно замечательный такой моментик, и, вот, у меня воспоминания от этого фильма, что это прям вот такой ржач-ржач, ну, может быть, не прям безостановочно, но, тем не менее, огромное количество гэгов, огромное количество шуток, огромное количество вот каких-то таких, ну, то обаятельных, то, наоборот, таких, как бы, ну, нецензурных, скажем так, или не моментиков, но, тем не менее, это все с большим удовольствием смотрится, ты искренне смеешься, да, вроде бы, ты хочешь, может быть, посмотреть более приличное кино, там, ты можешь изображать себя сколько угодно, какого там интеллектуала, но, вот, честно говоря, я под обаяние вот этого Филиппа Лашо каждый раз попадаю во всех его фильмах, вот, это тоже особое умение, да, ты шутишь неприличные анекдоты, но, тем не менее, делаешь это, может быть, порой с невозмутимым лицом, и поэтому, ну, твоему обаянию невозможно не поддаться, и здесь, вот, я вновь, даже с большей силой оценил дарование, вот, это комедийное дарование актрисы Элладии Фонтан, она и в других фильмах у Лашо играла, и здесь, вот, этот ее образ, ну, тут, я так понимаю, он, наверное, выписан из манги, но при этом он такой вот, очень часто этот образ встречается вообще во французском кино, вот, такой рыжий от Орвы, ну, необычайно она, тут привлекательна, и мое сердце тоже украло, очень приятно вот тоже вот ее вспоминать в этом фильме, из более, наверное, известных артистов здесь играет Дидье Бурдон еще, ну, может быть, имя вам ничего не скажет, но вы наверняка узнаете его в лицо, наверняка вы его в каких-то французских фильмах уже видели, и, конечно, все они отыгрывают эту комедию вот с необычайным артистизмом, готовы вот прям отрываться, готовы вот в любую вот эту непотребщину влезать, и вот все ради одного, ради зрительского удовольствия, ради того, чтобы заставить нас засмеяться, и, ну, вот мы как бы вот получили некий заряд оптимизма, я во всяком случае его получил, вот смотрел картину пару раз, и в первый раз смеялся, и пересматривая прям хохотал, и вообще остались от нее очень приятные впечатления, поэтому я готов ее искренне порекомендовать вот тем, кто хочет развлечься, кто хочет увидеть, ну, не какую-то очередную американскую, допустим, комедию, а, допустим, выбрать французскую комедию, тем более французы в этом жанре, они, в общем, они могут дать даже американцам фору французские комедии, это, ну, действительно такое особое явление в кинематографе, и, мне кажется, вот этот фильм, который вот у нас перевели, назвали как «Плейбой под прикрытием», это прекрасный пример, весьма достойный французской комедии нового века. Субтитры создавал DimaTorzok